День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Помоги себе сам» или «Семейный доктор». Вот таким образом называется наша программа на университетском телеканале. Я рад встрече с вами и хотел бы вам напомнить о том, что эфир у нас прямой. Телефон прямого эфира 727 1249. 727 1249. Дорогие друзья, вы можете позвонить по этому телефону и задать мне вопрос прямо сейчас в прямом эфире. Я постараюсь вам обязательно и достаточно подробно ответить. В силу того, что все-таки вопрос, что у нас касаются проблем, связанных с человеческим здоровьем, вещь эта тонкая. И там очень важны детали. Не просто сказать «да» или «нет», «можно» или «нельзя», «годится» или «не годится», но надо все-таки, ну, как бы чуть-чуть хотя бы разобраться в ситуации, которая сложилась у человека с его здоровьем. Это первое, о чем я сегодня хотел бы сказать. И второе. Вот за ту неделю, которая прошла после последнего эфира, должен сказать, что звонков было достаточно много. На контактный телефон, который существует здесь, на телеканале современной гуманитарной академии. И вопросы в основном сводились вот к чему. Вот вы много говорите по поводу всяких продуктов, которые я называл в передаче. Скажем, Полифит, Эм, Энерголамплюс, Димос, там, скажем, еще какие-то вещи. Я называл фильтр, который называется Энеркс, который блестяще чистит воду. То есть вот такие вот вещи. И вы, у вас появилось такое желание, как максимально подробно узнать вот об этих продуктах, а вот той технике водоочистительной, о приборах для водоочищения, о которой я говорил. Вы знаете, что, ну, тут как бы возникает такая немножко непонятная для меня ситуация. Потому что я ведь абсолютно убежден в чем? Что, в принципе, сделать себя здоровым можно и без этих продуктов. В принципе, можно и без этих продуктов. Они, безусловно, очень сильно облегчают, помогают нам найти себя как бы заново, ощутить себя здоровым. И вернуть вот этот путь к здоровью, который очень важен. Вы, мне кажется, переносите главный смысл, акцент вещей основных на неосновными. Есть определенный инструментарий, то есть в программе оздоровления, помните, принципиальные абсолютно вещи, которые мы обязательно должны соблюдать. Причем вот чем больше я смотрю сейчас вокруг по публикациям, которые существуют, публикациям на радио, публикации в прессе, и все время убеждаю, что мы абсолютно на правильном пути. И мне кажется, что вы должны в первую очередь понять, что же мы должны такое делать для того, чтобы вернуть себе здоровье. Не с точки зрения клизм, не с точки зрения килограмма или не килограмм того или другого продукта. Не в этом дело. Понимаете? Дело принципиальное. И принципиальность этого дела заключается в том, чтобы мы должны понять смысл вот тех процессов, которые протекают в нас в организме. А самое главное, каким образом вот наладить этот оздоровительный, что ли, механизм, оздоровительный, если хотите, как наладить жизнь вот этой внутренней нашей больницы, которая нас будет делать здоровыми. Было очень много вопросов. Я сегодня обязательно этого коснусь, потому что прошла одна информация, чрезвычайно такая важная, на мой взгляд, связанная как раз напрямую практически с нашей программой. Потому что было не так давно, была проведена одна исследовательская работа, связанная с так называемым частичным или неполным голоданием. Это чрезвычайно интересный момент. И вот эта исследовательская работа наших ученых, биологов, медиков, она подтвердила факт. А этот факт заключается в том, что, как ни странно, в тот момент, когда человек вот входит в эту ситуацию, естественно, временно, естественно, временно, это не диета, это не диета, это сокращение количества получаемых продуктов, съедаемых продуктов, вот количество съедаемых, вот так называемый частичный голод. Мы как бы все свои порции урезаем там в три раза. И съедаем не килограмм, а всего лишь 300 грамм. Не 300 грамм, а 100 грамм. Не 100 грамм, а 30 грамм. Понимаете? Но самое потрясающее заключается в том, а ведь как раз об этом мы с вами все время и говорим в нашей программе, что мы тем самым, да, как бы тормозим естественный для нашего организма процесс, да, ускоренного старения. Потому что наступает момент, это вот момент как раз после 30 лет, это даже не после 40, и не даже после 50, а после 30 лет, когда наш организм как бы сам начинает перестраиваться на сокращение нашего срока жизни. Это вообще феноменальная, по-моему, так сказать, информация, парадоксальная информация. И выясняется, что вот этот частичный голод, он помогает нам с вами вот этот процесс созревания, что ли, этого механизма оттянуть достаточно далеко, сохранив при этом здоровье. Вот что очень важно. Вот об этом вы должны помнить. Я хотел бы сейчас вот как бы конкретно адресуясь к одному человеку, Римма, позвонила Римма из Уфы, и попросила о том, чтобы я как бы давал там адреса или что-то, где можно вот эти продукты, то есть тот же Энерголама или Полифит М, или Димас, или тот же фильтр купить. Вы знаете, что я не могу давать вот такого рода, так сказать, информации. Это связано, во-первых, с рекламой в чистом виде, понимаете, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что... Вот если бы я сегодня сказал, да, в принципе, у меня такие связи с производителями этих продуктов есть, и можно с ними, конечно, разговаривать, ну, для этого надо просто организовывать целую службу рассылки, это штат людей, это оплата почтовых переводов, это масса всяческих проблем, связанных вот с такого рода делом. К сожалению, великому, я уже однажды достаточно сильно на этом обжегся, ибо, к сожалению, люди, которые заказывают вот такого рода вещи, а потом просят им прислать, не выполняют своих обязательств, понимаете? Я еще раз повторю, эти обязательства связаны с деньгами. И мне кажется, этот вопрос надо решать сугубо индивидуально. Единственное, я хочу вам подсказать один путь, который уже как бы существует, и, мне кажется, прекрасно работает, и людям на местах, хорошо в регионах, в тех местах, откуда вы звоните, и, так сказать, программа совершенно спокойная, она как бы реализуется и в практике, и все, появляется такая возможность. Скажем, вот во многих городах России, ну, не во многих, в некоторых городах России, сложились такие консультативные группы, даже не консультативные, скорее, а вот практические группы, где люди собираются, обсуждают какие-то проблемы, связанные с этой программой оздоровления, находят для себя новые какие-то пути, которые для меня, например, иногда бывают совершенно неожиданными, да, у них есть, как бы, налаживают вот такую вот прямую связь, не надо каждому ездить в Москву, или каждому писать в Москву, может приехать один там раз в месяц один человек, который как бы делегируется вот этой консультативной группой, и решает все вопросы здесь, в Москве, и приезжает и с продуктами, и с приборами, которые вам в этой ситуации нужны. Вот такие вот группы уже работают в Нижневартовске, вот там, скажем, можно позвонить по телефону 241167, и спокойненько, так сказать, решить какие-то конкретные совершенно проблемы, с какого времени надо делать ванны, когда их надо делать, сколько эта ванна длится, там все объяснят. Такая группа работает в Тольятти, вот в набережных Челны, скажем, в Тольятти это телефон, дай бог памяти, потому что я достаточно часто с ними связываюсь для того, чтобы, ну, ответить на какие-то вопросы. 20, по-моему, так, 20, 30, 37. Я сейчас на память вот говорю, это в Тольятти, 20, 30, 37. Но такие группы работают в Луховицах, такие группы работают во Владимире, в Ярославле, в Краснодаре, такого рода группы работают в Туле, понимаете? Поэтому, так сказать, вот возможности, мне кажется, такого рода, они намного-намного лучше. Тем более, что вот предполагается, что если мы с вами, так сказать, вот этот контакт наш будет расти дальше, мы, видимо, так сказать, постараемся вот такой провести, провести раз в месяц или раз в два месяца, такие вот трех-четырехдневные семинары, чтобы вы могли приехать сюда и совершенно конкретно каким-то вещам обучиться, поговорить с врачами, как работать, как что делать. Вот это очень важный момент. И поэтому, пожалуйста, Рима, который из Уфы, вы уж, пожалуйста, не переживайте, так сказать, я думаю, что эти моменты все можно решить, в том числе и с полифитом, и с энерголамом, и с фильтрами. Стоит только подумать, каким образом организовать это дело у себя на месте, вот там, где вы живете, в Уфе, пожалуйста. И все спокойно можно начинать. Вот такой телефон контактный, если у вас возникают такие желания, здесь на телеканале Современной гуманитарной академии 727-12-92, 727-12-92. Думается, вот такая возможность у нас может появиться прямого контакта, там, скажем, через одну-две недели, когда может появиться такой своеобразный телефонный канал, на котором мы сможем с вами разговаривать персонально. Но это будет через какое-то время. А сейчас вот таким вот образом. Теперь давайте, пожалуйста, перейдем к делу. И вот с учетом тех звонков, которые были к нам на передачу «Семейный доктор», я бы хотел сегодня очень коротко, буквально там в нескольких словах, напомнить вам смысл того, что вы должны делать с собой. Понимаете, вот это очень важный момент. А уже потом вы решаете, давайте решать вопросы, и тогда я расскажу, наверное, вот это дает мне возможность рассказать, что это такое, там, те продукты, о которых я сказал. Значит, я напоминаю, телефон прямого эфира 727-12-49. 727-12-49. Это телефон сюда, в студию, поэтому, если вы позвоните, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, смотрите, какая интересная штука. Мы с вами должны четко, совершенно для себя помнить о двух вещах. О двух вещах. Что восстановить здоровье по-настоящему только можем мы с вами, врач нам в этом частично может помочь, но основательно так вот решить эту проблему вряд ли. Поэтому это наше с вами стопроцентное дело. Но в этом, как бы в этой программе, в этом деле существует одна угроза, которую вы для себя не учитываете. Почему-то вы считаете, что если вы начинаете заниматься собственным здоровьем, то рекомендации врача, назначенные препараты, лекарства, которые вы принимаете, они вроде как уже и не нужны. Можно спокойно начинать обходиться без них. И вот эта вот самая большая неправда, которая, к сожалению великому, диктуется огромным количеством книг. Да, правильно, я тоже против лекарств. Я тоже не хочу, чтобы мы стали восстановились с вами лекарственными наркоманами. Ни в коем случае. Понимаете, это самое отвратительное из того, что может быть, так сказать, с точки зрения здоровья. Но мы прекрасно с вами должны понимать и о том, что мы никак не можем отказаться от лекарств, хотя бы потому, что довольно часто у нас возникают экстренные ситуации. Тогда, когда мы с вами оказываемся на границе, и вот тут лекарства нас спасают. Об этом мы тоже ведь должны понять. Так вот, как пользоваться-то лекарствами? А пользоваться лекарствами можно только, вот, как вам сказать, маленький, тот короткий промежуток времени, когда оно спасает нам жизнь. И не думать, что это лекарство будет спасать нам жизнь всю дальнейшую жизнь. Никогда. Мы становимся привязанными к ними, мы ставим в позицию абсолютной зависимости наш собственный организм от этого лекарства. И тогда все. Вот тогда и начинается наш уход от нормального человеческого здоровья в какую-то совершенно непонятную сторону. Если вы больны, и вам назначено лекарство, никогда не отменяйте их сами. Потому что такие вопросы были, поэтому я, так сказать, вот сегодня об этом и говорю. Никогда не отменяйте сами. И помните, уйти от лекарственной зависимости можно, можно и нужно. Но делать это нужно постепенно, мягко, ни в коем случае, не сразу. Потому что за годы, пока вы пользовались этими лекарствами, вы сами себя привязали к ним. И если вы эту связь оборвете, вот тогда-то и возникает та самая катастрофическая ситуация, которая зачастую может привести к самым серьезным последствиям. Об этом мы должны с вами помнить. Итак, давайте вот этот принцип, да, мягкости отказа, мягкости, длительности отказа от каких-либо лекарственных препаратов, мы должны для себя совершенно четко понимать и следовать ему. Вот если иметь в виду нашу программу, которая, как вы знаете, рассчитана всего лишь на 100 дней, то где-то вот на 40-й, 50-й день, 40-й по 50-й день, вот в это время надо потихонечку начинать сокращать количество препаратов. Сокращать. По четвертушечке, по восьмушечке, по половиночке, по одной таблеточке и так далее. И потихонечку, вот за оставшиеся там 40-50 дней, вы уходите, выходите в тот режим, когда лекарства вам уже не нужны. Но. Вот здесь еще одна тонкость, о которой, к сожалению великому, мастера, требующие от того, чтобы мы отбросили лекарства, никак не учитывают. Что наш организм, система инерционная. Никогда ничего не происходит сразу, понимаете? Никогда ничего не происходит сразу. То есть организм наш, прежде чем принять какое-то решение внутри и перейти на новую ступень, обязательно как бы проанализирует эту ситуацию сам. Наш собственный внутренний доктор-аналитик, он просмотрит эту ситуацию. И только потом либо даст разрешение на то, что мы так поступали, либо, извините, потребует от нас лекарств. Вот это вот и называется рецидивом. То есть вы как бы сократили лекарства, вы ушли. Вы живете без лекарств 10 дней, 20 дней, месяц. И вдруг наступает момент, когда вам становится нехорошо. Вот это и называется рецидивом. Понимаете? А что значит рецидив? Это значит ваш организм, извините, ради бога, сам, у него недостаточный сил. Вы его еще не вывели на тот уровень, когда он спокойно может справиться сам со всеми проблемами, которые возникают у него внутри. Поэтому дайте ему, пожалуйста, вот тот же самое лекарство. Он потребовал его. Вот об этом надо всегда помнить. Но только доза будет в 3 раза меньше той, которую вы принимали до этого. Потому что даже этой микроскопической дозы будет абсолютно достаточно для того, чтобы поддержать организм, дать ему силы, и он начнет работать сам. Вот эти моменты надо обязательно для себя учитывать. Дали вот эту треть этого лекарства. Посмотрели, вам лучше стало? Лучше, замечательно. И мы держим, скажем, 10 дней, там, 2 недели, мы принимаем лекарство, и потом начинаем снова уходить от него. Но уходить опять как? Опять четвертушечку, восьмушечку этой дозы. Снимаем потихонечку в течение нескольких дней, и снова уходим от препарата. Возможно, будет еще один рецидив. Мы об этом должны с вами помнить и относиться к этому спокойно. В результате наступает момент, когда нет, мы свободны. Мы свободны, как ветер. Когда мне не нужно с собой, так сказать, выходя из дома даже в магазин, тащить всю эту, весь гамонец с этими таблетками, которых неисчислимое количество. Вот это вот совершенно замечательное свободное состояние. Это что касается лекарства, об этом мы должны обязательно с вами помнить. Ведь, понимаете, мы почему-то считаем какой-то страшный волонтаризм. Ведь уж мы так сами себя не любим-то, понимаете? Себя ведь надо любить. Ведь что значит быть здоровым? Это значит уметь сохранить свою силу, уметь быть энергичным, уметь хорошо себя чувствовать. То есть надо любить себя. Любить себя, наконец-то. Потому что эта жизнь движется только нами. Понимаете, любим себя, любим этот мир. Любим людей, которые живут рядом с нами. Это наши любимые дети, это наши любимые внуки. Это наш любимый мир, в котором нам с вами жить. И не важно, сколько нам лет. Красота-то этого мира ни в каком возрасте от нас не уходит. Она остается с нами. Ну, а что касается программы. Понимаете, какая вещь интересная? Почему я говорю, что, так сказать, слово лечить мне ужасно не нравится? Лечить, лечиться и прочее. Ведь у нас есть такой механизм. И те, кто смотрел наши передачи, скажем, с первого выпуска, наверное, помнят о том, что... Я об этом говорил. О том, что этот механизм в нас существует. Он заложен самим Богом, самой природой в нас. Это механизм, который, к счастью великому, от нас с вами не зависит. Он свою работу выполняет сам, абсолютно сам, ориентируясь только на те необходимости, которые возникают внутри нас. Этот механизм называется механизмом саморегуляции или механизмом самоустройства нашего внутреннего, как хотите это назовите. Именно этот механизм, эти механизмы, эти структуры, эти системы, во главе которых, вернее, исполнительным инструментом этих механизмов и является иммунная система наша, наша защитная семья. Это нож, вот тот инструмент, который помогает нам жить. Это инструмент, понимаете, он находится внутри этих структур. Значит, первое, что мы должны с вами сделать, научиться контактировать с этим механизмом. Есть такое выражение. Я его как-то говорил, но, так сказать, оно не привело с вас, а я очень хочу, чтобы привелось, потому что это тот закон жизни, который всегда будет нас держать на плаву. Не важно, в каком состоянии вы находитесь, да, даже если у вас стресс колоссальный, реализуйте эту фразу, и она будет, и вы будете крепко стоять на ногах. Слушать себя, не мешать себе и получать от этого удовольствие. Какое же удовольствие может быть в стрессе, скажете вы, да. Но в стрессе никакого удовольствия не будет, хотя сам стресс, конечно, бывает и положительный, бывает и отрицательный, это вы знаете. Но самое интересное заключается в том, что те механизмы, если мы хотим почувствовать, как работают механизмы саморегуляции, вот когда мы начинаем это ощущать, нам становится внутри хорошо, спокойно. Потому что самое благодарное чувство, эмоция, которая возвращает нам, сама по себе возвращает здоровье, чем я видел тысячи людей, которые таким образом поставили себя на ноги. Сотни людей, которые достигли потрясающих результатов, то есть, понимаете, для которых перестал существовать холод, перестал существовать жара, потому что они научились этот климат держать внутри самого себя, ту температуру, которая нужна им. Я знаю людей, которые помолодели, я знаю людей, которые стали на ноги, отбросив костыли и все, только благодаря тому, что они научились реализовывать вот эту самую фразу, слушать себя и не мешать себе. Как это сделать? Понимаете, вообще по-настоящему это очень просто. Вот посмотрите, что я сейчас делаю. Вот я сейчас как бы развернулся, даже чтобы вам было удобнее видеть. Понимаете, я начинаю просто покачиваться, видите как? Вот как колыбелька такая. Но только в этом покачивании есть определенный смысл. Какой? Видите, мне даже для этого как бы не надо закрывать глаза, отключаться, как говорят довольно часто. Я просто-напросто ищу ритм этого покачивания и очень хочу, чтобы этот ритм был приятным. Что значит, я ищу ритм? Это значит, что я слушаю себя. Что значит не мешать себе? А я, так сказать, не мешаю моему собственному организму этот ритм приятный для меня найти. И вот это вот чувство покоя, которое вот сейчас у меня возникло, посмотрите, у меня даже изменился ритм речи. И те, кто, так сказать, может заметить, изменилось даже выражение глаз, выражение лица. Вот этот приятный ритм покоя, который возник у меня, мне приятен. Я слушаю себя, не мешаю себе и получаю от этого удовольствие. Понимаете? Но самое потрясающее, вот в этом состоянии покоя возникает некая ситуация, которая в медицине называется, состояние, которое в медицине называется просонышным, а это ситуация, которую каждый из нас с вами испытывает каждую ночь и каждый вечер, ложась в постель, засыпая. И вот когда мы с вами засыпаем, но еще не заснули, когда уже не спим, но уже не бодрствуем, вот это вот состояние внутреннего обращения, как ни странно, это вот квинтэссенция, состояние слушания себя. Вот в этот момент мы как бы даем приоритетные возможности механизмам нашего внутреннего восстановления. Вот когда наша собственная защитная система, вот механизмы саморегуляции, система внутренней регуляции начинает нас с вами лечить и штопать, но мы же с вами ненормальны, мы же не слушаем себя, мы же, так сказать, ложась в постель, заботимся о том, чтобы заснуть, если у нас бессонница, или, так сказать, как побыстрее заснуть, если у нас, если мы очень устали. Если у нас бессонница, мы начинаем искать препараты, таблетки, бог знает чего, когда можно сделать вот таким вот образом, как я вам показал, и вы через три минуты будете спать без таблеток, но главное, что в этот момент, вот повинуясь как бы вашему приказу внутреннему, обратить внимание на то, что происходит внутри меня, ваш собственный организм, ваша нервная система, ваш мозг начинает вас возвращать в здоровье, в мир, когда, так сказать, все хорошо, когда внутри нас существует гармония, равновесие. Вот что очень важно, понимаете? Вот эта методика, которую в свое время очень здорово написал две книжки замечательные, наш доктор замечательный, Хасай Магомедович Алиев, это ему принадлежит, ну, как бы право, авторское право утверждения управляемой, управляемой саморегуляцией, понимаете? Это он создал, замечательный врач, психотерапевт, наверное, сейчас уже доктор медицинских наук. Так вот, понимаете, мы с вами должны адресоваться на эти механизмы саморегуляции. Есть несколько приемов, которые эти приемы мы с вами используем тогда, когда нам нужно заставить эти механизмы работать. Вот то, что я вам сейчас показал, раньше я этого не показывал вам, так сказать, это вот методика управляемой саморегуляцией Хасая Магомедовича Алиева, авторская методика. Это первый такой вот шажок, есть книжки, на ней называются «Ключ к себе», например, Хасая Магомедовича Алиева. Вторая «Защита от стресса», тоже Хасая Магомедовича Алиева, или она еще иногда ее называют «Звездой саморегуляции», потому что там описана вся технология вот той методики, о которой я только что сказал. Значит, второй путь, который заставляет наш организм работать, делать себя здоровым, это все время мы, как бы, все время сознательно ставим его, как бы, в положение принятия решений, вот в положение внутренних напряжений. Когда они возникают? Когда у нас, как бы, неожиданно поднимается температура? Когда мы с вами, вот, чуть-чуть голодны, не голодны, как волки, а чуть-чуть голодны, когда организм должен воспользоваться теми резервами, которые, в общем-то, для нас лишние, понимаете, в нынешней ситуации. Воспользоваться теми резервами, которые он накопил. Да? Вот это второй момент. И третий момент, чрезвычайно важный, каким образом мы эти вот самые напряжения, результат тех решений и внутренней нашей работы, ведь появляется очень много отходов, да? Это же процессы обменные, это процессы метаболизма, это процессы рождения молодой клетки и отмирания старой клетки. Это биохимия колоссальная. Там возникает масса проблем, связанных с отходами, со шлаками, токсинами и прочими вещами. Что? Вода. Вот такой вот странный инструмент, который один из самых жизнеспасаемых, да? Инструментов нашей с вами жизни. Понимаете? А в результате что же получается? Мы с вами настраиваем нашу, вот эту систему внутренней саморегуляции, да? Вводя себя все время в некие напряжения. Начинается это, как ни странно, с питья воды. Да и вот почему, так сказать, во главу угла я все время не забываю повторять о том, что ставится вода. И вот я сегодня перед эфиром, в силу того, что эфир-то прямой, пришел сюда в современную гуманитарную академию, иду мимо аудитории, где сидят студенты, я смотрю, преподаватели разговаривают со студентами, и перед каждым молодым человеком стоит бутылочка с водой. замечательно, понимаете? У меня сердце порадовалось, думаю, надо же, как здорово, что вот молодые люди уже в таком, ну, юном возрасте понимают, что им необходимо в этой жизни. Представляете, как здорово? Теперь второй момент, который, смотрите, что мы с вами делаем, каким результатом это приведет? Это приведет к тому, что у нас с вами начнет восстанавливаться желудочно-кишечный тракт, у нас с вами начнет восстанавливаться сосудистая, у нас нормально начнет жить сердце, у нас хорошо будут работать легкие, и тогда вот те самые механизмы саморегуляции замечательно совершенно будут нас сделать здоровыми. Но тему мы сегодня продолжим. Через некоторое время мы с вами еще сегодня, но с частью из вас встретимся в 19.40 по московскому времени. А сейчас, как всегда, здоровья желает вам программа телеканала Современной Гуманитарной Академии «Семейный доктор» и под девизом «Помоги себе сам». До свидания.